всем привет вы на канале вкусно просто и бюджетно сегодня я готовлю чебуреки с мясом и сыром очень тонкое тесто сверху хрустящее а внутри они очень сочные для этого мне понадобились такие продукты мясо у меня свиное 500 грамм луковицы две большие муки два с половиной стакана два стакана я сейчас пересеиваю в миску затем еще пол стаканчика добавляю в центре делаем углубление добавляем пол чайной ложки соли и 4 столовые ложки растительного масла затем добавляем 150 миллилитров крутого кипятка перемешиваем сначала ложкой затем когда можно будет уже взять рукой замешиваю рукой сначала в миске затем перекладываю на стол стол я ничем не посыпала тесто у нас маслянистое но и так не прилипает поверхности стола затем перекладываю его полиэтиленовые пакетики оставляю на полчасика отдохнуть мясо я перемолола вместе с луком лука у меня много поэтому мясо получилось очень сочное добавляем соль перец также нарезанный мелко укроп все хорошенько перемешиваем 80 грамм сыра я натерла на крупную терку тесто у нас отдохнула раскатываем его в колбаску затем делим на порционные кусочки у меня получилось 11 чебуреков каждый кусочек раскатываем тонкий круглый пласт раскатываем очень тонко где-то миллиметр толщиной вот такой затем накладываем начинку с одной стороны посыпаем сыром немножко и заклеиваем вот таким образом сначала я заклеила пальцами затем прошла с вилочкой по краю стараться так чтобы не продырявить наше тесто и все чебурек готов один затем раскатываю следующую лепешечку также тонко аккуратненько чтобы не порвать накладываю начинку сначала фарш затем сыр и заклеиваю таким же образом как и первый сразу все лепешки я не раскатывая их прикрыла по элитиленовым пакетиком чтобы они не обветривались на сковороду я налила 500 миллилитров растительного масла она хорошо у меня разогрелась выкладываем туда чебуреки и обжариваем на среднем огне где-то минутки по три с каждой стороны затем выкладываем на бумажное полотенце либо салфетку чтобы ушел лишний жир и так мы обжариваем все наши чебуреки вот такие они у меня получились внутри очень сочные а сверху хрустящая корочка рекомендую приготовить если вам понравилось ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал всем приятного аппетита